Итак, в предыдущем уроке мы создали заготовку для нашего приладера, а в этом мы напишем код для нашего предзагрузчика. А для начала одно замечание. Наш приладер располагается в первом кадре флеш-ролика. В первом кадре флеш-ролика. Если вы делали все так, как я показывал в первой части урока, то у вас все должно быть правильно. И ваш приладер должен располагаться именно в первом кадре флеш-ролика. Теперь мы напишем код для работы нашего приладера. Где мы будем писать код? Код мы будем писать в панели Actions главной временной шкалы. Чтобы попасть в панель Actions главной временной шкалы, просто кликнем по вот этому значку. Панель Actions открывается. И сюда я вставляю заранее заготовленный код. Этот код будет идти вместе с видеоуроком, и вы его сможете скопировать и ставить в свой проект. А из чего состоит код? Ну, во-первых, надо заметить, что в этом коде мы сразу же останавливаем воспроизведение флеш-ролика в первом кадре. Останавливаем его с помощью команды Stop. То есть команда Stop остановит воспроизведение флеш-ролика в первом кадре. И он, флеш-ролик, будет находиться в первом кадре до тех пор, пока не будет полностью загружен. Дальше в нашем коде имеется обработчик события onEnterFrame. Что такое onEnterFrame? Это событие, которое происходит каждый раз при переходе на новый кадр. Что мы делаем каждый раз при переходе на новый кадр? А делаем мы следующее. Мы количество загруженной уже информации делим на общий объем флеш-ролика, на общий размер флеш-ролика и умножаем на 100. Что мы получаем? Мы получаем процент загруженной информации. И этот процент загруженной информации в интервале от 0 до 100 мы присваиваем нашему мувику-индикатору. Называется он у нас полоска. А присваиваем мы наш полученный результат в процентах свойству xScaler. Это свойство отвечает за масштабирование мувиклипа по оси xScaler. Таким образом мы изменяем масштаб мувиклипа полоска, который в свою очередь, как мы помним, находится в другом мувиклипе. В мувиклипе релоадер. Если объем загруженной информации больше или равен общему размеру флеш-ролика, то тогда происходит следующее. Мы удаляем наш обработчик onEnterFrame. Делать это не обязательно, но крайне желательно. И кроме этого мы запускаем дальнейшее воспроизведение флеш-ролика. Делаем это с помощью команды play. Команда play продолжает воспроизведение флеш-ролика. Закрываем панель действия. Итак, код написан. И казалось бы, мы можем уже проверить работу нашего флеш-ролика и нашего предзагрузчика. Но дело в том, что у нас нет основного содержимого флеш-ролика. А следовательно проверить работу предзагрузчика мы не сможем. Давайте создадим какое-либо содержимое для нашего флеш-ролика. Для начала создаем второй кадр, в котором будет содержаться основное содержимое нашего ролика. Выделяем второй кадр и жмем кнопку F6. Кнопка F6 создает новый ключевой кадр. При создании второго кадра во второй кадр у нас скопировался предзагрузчик. Нам это как раз и не надо. Поэтому выделяем наш предзагрузчик и нажимаем клавишу Delete. Она удаляет наш предзагрузчик с рабочего стола. Что мы делаем дальше? А дальше мы должны поместить в наш флеш-ролик какое-либо содержимое. Давайте поместим в него довольно большую по размерам фотографию. Идем в файл, импорт, импорт от стаги. Импорт от стаги это импорт на рабочий стол. Выбираем изображение. Оно у нас загрузилось в библиотеку и на рабочий стол. Теперь снимаем выделение. Как видим, у нас во втором кадре находится наше изображение. Оно довольно большое и с помощью него мы сможем посмотреть, как идет загрузка нашего флеш-ролика. Что мы делаем дальше? Ну, дальше мы делаем следующее. Тут еще есть одна такая важная деталь. Дело в том, что если мы в том виде, в котором мы уже сделали наш флеш-ролик, запустим, у нас второй кадр проскочит очень быстро. Он займет буквально, у нас скорость 12 кадров в секунду. Следовательно, второй кадр будет показан в течение 1,12 доли секунды. Мы можем его просто не заметить. Поэтому, чтобы мы смогли правильно протестировать наш флеш-ролик и наш предзагрузчик, мы во втором кадре остановим воспроизведение флеш-ролика. Для этого снимаем любое выделение, щелкаем по свободному месту на рабочем столе. Снова идем в панель Actions. И здесь пишем простую команду, с которой мы уже знакомы. Это команда Stop. Это команда остановит воспроизведение флеш-ролика во втором кадре. И не позволит флеш-ролику зациклиться. Как вы помните, флеш-ролик по умолчанию воспроизводится в зацикленном режиме. То есть, когда он дойдет до последнего кадра, он снова перейдет в первый. И воспроизведение продолжится так до бесконечности. Закрываем панель действия. Теперь мы можем, казалось бы, проверить. Но тут еще есть один момент. Мы можем, конечно, разместить наш ролик в интернете и запустить его из интернета, чтобы проверить, как работает наш преладер. Но гораздо проще воспользоваться специальным режимом. Режимом эмуляции загрузки, который встроен в программу Macromedia Flash Player. Macromedia Flash Professional. Как это делается? Делается это очень просто. Делается это через сочетание клавиш Ctrl-Enter. Первое нажатие сочетания клавиш Ctrl-Enter запускает наш флеш-ролик. А если мы два раза нажмем сочетание клавиш Ctrl-Enter, то запускается флеш-ролик в режиме эмуляции загрузки из сети. Давайте два раза нажмем Ctrl-Enter. Как видите, запустился наш преладер. Я сейчас на несколько секунд остановлю запись. И когда она подойдет ближе к завершению, продолжим наш урок. Итак, судя по индикатору, наш флеш-ролик почти загрузился. И когда он дойдет до 100%, он должен перейти в следующий кадр. Проверим, произойдет ли то, что мы ожидаем. Да, абсолютно точно. Мы перешли во второй кадр, где у нас располагается картинка, которая заодно является и нашим основным содержимым нашего флеш-ролика. Следовательно, преладер работает правильно, работает исправно. Спасибо за внимание. До свидания.